Я думаю, начнем. Коллеги, добрый день. Представлюсь. Меня зовут Портнов Дмитрий, инженер отдела проектного беспроводного оборудования компании NAC. Сегодня у нас специальный гость из компании IP-MATIC, это Порющиков Антон. Сегодня мы с вами поговорим о таком вендоре, как Vitec, рассмотрим продуктовую линейку этого вендора, типовые решения. Мы подсветим плюсы-минусы данного вендора и в целом следующие полтора часа полностью посвятим этого вендора. Если у вас будут какие-то вопросы, задавайте их в чат, мы по мере возможности будем на них отвечать. Также, насколько я понимаю, Антон пригласил пресейла, который также поможет отвечать на какие-то вопросы в чате. Итак, давайте начнем. В целом о вендоре Vitec в России. Эксклюзивным дистрибьютором по этому вендору является компания IP-MATIC. Как я уже раньше сказал, у нас специальный гость из этой компании Антон Полищаков. Мы сегодня с ним проведем совместную презентацию решений данного вендора. И если говорить в целом об этом вендоре, то продуктовая линейка достаточно широкая. Если потребуется какая-то подробная проработка проекта, то без проблем вы можете написать нам на почтовый адрес salessobachkanak.ru и мы поможем подобрать соответствующее решение под ваши задачи. Если же есть какой-то интерес или, возможно, сомнения по отношению этого вендора, то также готовы предоставить оборудование в тест. Есть очень широкий набор демофонда, точки доступа, контроллеры, БШПД-решения. Обсуждать это готово кейс-бай-кейс. Также напишите нам в почту, без проблем все это подберем. Подскажем по настройке, по возможностям, по техническим характеристикам абсолютно без проблем. Также для продажи имеется складское наличие. В основном, это, конечно, популярные модели. И вдруг, если это будет какой-то большой, либо какой-то экзотический заказ, то здесь логистика занимает от 90 календарных дней под заказ. То есть это с момента размещения вашего заказа до момента, когда вы получите это оборудование в руки. Также существенным преимуществом является русскоязычная поддержка. То есть если это какая-то экзотическая проблема, и мы там на уровне компании НАК по каким-то причинам не можем ответить, то в любом случае подключим вендора, и ответ на вопрос также будет на русском языке без проблем. Также стоит отметить, что на территории Российской Федерации находятся 54 авторизованных сервисных центра. Адреса этих сервисных центров в открытом доступе на сайте IP-матике. Без проблем можно подобрать по адресу, по вашим предпочтениям территориальным любой сервисный центр, который будет вам наиболее удобен по отправке и получению оборудования. И также ключевым моментом, я считаю, что является гарантия 3 года на большинство продуктовых решений. И тут еще важно отметить, что имеется возможность расширения этой гарантии до 5 лет на платной основе. Если есть интерес в таком расширении гарантии, то готовы кейс-бай-кейс рассматривать каждый случай. Это как бы совершенно без проблем. Теперь давайте немного поговорим о типовых кейсах, в которых можно применять решения вендора Vitec. Как я уже сказал, в целом продуктовая линейка очень широкая, о ней мы чуть подробнее поговорим на следующих слайдах. Здесь же я хотел бы акцентировать ваше внимание, что с помощью этого вендора можно решить достаточно широкий пул задач, если там, начиная от каких-то малых и средних систем, то есть, допустим, у вас есть какой-то небольшой офис присутствия в каком-то городе, либо там, не знаю, точка выдачи товара, где не требуется, там, допустим, централизованное управление через аппаратный контроллер. Если это достаточно будет привязать оборудование к облачному решению с использованием шлюза, либо там, поэкоммутатора, то решение и на таком уровне можно будет подобрать на продуктовой линейке оборудования Vitec. Если же это уже какая-то более большая система по точкам доступа, там, до 50 точек доступа, то и там есть потребность в аппаратном контроллере, то вот можно использовать базовый контроллер, который поддерживает работу до 50 точек доступа, тоже все без проблем, это можно подобрать, посмотреть, протестировать, приобрести. И, соответственно, если это уже какое-то большое решение, там, корпоративного уровня, то есть потребуется подключение к аппаратному контроллеру, там, до 500 точек доступа, то и такие решения тоже есть, которым можно подобрать и соответствующие коммутаторы по необходимой портовой емкости, и емкости по поя, бюджету, и точки доступа в любом форм-факторе, то есть это во внешнем исполнении, во внутреннем исполнении. Если там требуются какие-то большие пропускные способности по радио, то и есть точки доступа, которые поддерживают Майма 4х4, это как бы все без проблем. И все также можно привязать к облаку. Если же там по каким-то причинам использования облака не потребуется, либо есть какой-то запрет по обмену данных с облачными решениями, то без проблем аппаратный контроллер, он полностью справится с функционалом совсем, то есть это централизованное управление, это мониторинг, там, организация роуминга, то есть это все абсолютно без проблем. Насколько я знаю, на текущий момент облако доступно только на территории Китая. Антон, если что, меня поправьте. Да, чуть-чуть поправлю. То, что оно доступно в том числе для пользователей и на территории России и стран СНГ, но локально сам сервер находится на территории Китая. Да. Сейчас мы ведем переговоры, вендор планирует в том числе приземлить его и в России, но на сегодняшний день пока этого еще нет. Ну, достаточно понимания, что это есть в планах, и если там есть какие-то требования со стороны службы безопасности, чтобы данные крутились только в пределах Российской Федерации, то в целом вскоре это будет выполнимо. И сейчас давайте более подробно рассмотрим продуктовую линейку конкретно по точкам доступа. Чуть более подробно поговорим с вами о точках доступа во внутреннем исполнении. Здесь нужно сказать, что в этих точках доступа достаточно широкий спектр применения. То есть это любые зоны, либо области, где там находятся ваши сотрудники, которым необходим Wi-Fi. Это какие-то зоны ожидания, там, не знаю, зоны развлечения, игровые зоны, где также требуется беспроводное соединение. То есть это любого вида, там, кафе, офисы, гостиницы, магазины, там, я не знаю, бильярдные. И также стоит отметить, что точки доступа, они обладают джентльменским набором, то есть это централизованное управление, это поддержка бесшовного роуминга 802, 11K, R и V. И достаточно современный дизайн у этих точек доступа. Сейчас более подробно о продуктовой линейке, о том, где была компания Vitec в 2022 году и куда двигается в этом году. Тут я попрошу Антона рассказать чуть более подробно о продуктовой линейке. Антон, пожалуйста, вам слово. Все верно, Дмитрий. Самые востребованные, самые массовые точки внутренние, они вот в 2022 году еще выглядели в нашем портфеле доступных в России вот таким образом. То есть мы закрывали основные сегменты, основные стандарты Wi-Fi, которые необходимы для задач от малого бизнеса до корпоративных решений с высоконагруженным Wi-Fi 6. И было несколько точек доступа в уличном исполнении, которые решали задачи SMB в пластиковом корпусе 315 и две точки доступа в промышленном исполнении. Сейчас же с ростом популярности и востребованности на российском рынке Wi-Fi для бизнеса мы фактически увеличили в два раза, можно сказать, ассортимент, дополнили теми моделями, которые необходимы в том числе для уличного исполнения, для покрытия и закрытия всех стандартов Wi-Fi, то есть полностью соответствуем ожиданиям партнеров, и они могут подобрать в любом исполнении любого стандарта Wi-Fi точку в нашем портфеле. И более того, если посмотрите внимательно, то по большому счету внутренние точки доступа, они дублируют друг друга. Назревает вопрос, почему. Мы вывели на рынок модельный ряд оборудования с номинованием Light, который функционально полностью повторяет по большому счету основную точку, которая у нас проектная, отличается только производительностью. То есть они построены на другой модели чипа, и эта производительность, она сказывается только на максимальное количество абонентов, которые одновременно могут подключаться к данной точке доступа. То есть, но при этом основное преимущество этих точек – это очень интересная вкусная цена. Соответственно, мы сейчас очень четко позиционируем точки доступа серии Light, преимущественно для канальных продаж, чтобы наши партнеры могли со склада предоставлять их, отгружать в типовые решения объекты. А проектные модели, они точно так же на нашем складе присутствуют, но в необходимом минимальном количестве под большие проекты. В основном мы их привозим под заказ для того, чтобы в срок укомплектовать партнера, и он начал монтаж этого оборудования точно в сроке. Поэтому сейчас ассортимент представлен как для канальных продаж, так и для проектных продаж. С точки зрения уличных точек доступа, то, что нас давно уже просили, мы как раз и сделали. Мы привезли точки доступа с внешними съемными антеннами. Это очень удобный функционал, особенно для компаний, кто занимается самостоятельно радиопланированием и детально умеет работать с Wi-Fi покрытием в нужных зонах. То есть эти антенны можно снимать, штатные, которые с ними комплектуются, и устанавливать сторонние внешние антенны с нужным углом, направленностью, для того, чтобы покрывать четко ту самую зону, которая необходима согласно техническим требованиям. Ну а точки доступа в промышленном исполнении, металлические 510 и 518, они у нас всегда комплектуются внешними антеннами. Можно к ним заказывать штатные антенны, которые, эти штырьки кругового покрытия двухдиапазонные. Но во многих задачах, особенно когда устанавливают их где-то на предприятиях, внутри помещений, на складах, требуется как раз-таки закрывать именно, покрывать сетью Wi-Fi ту зону, которая необходима в первую очередь, обеспечивая наилучшее качество связи. И используя внешние сторонние антенны, это как раз добивается на лучшем способе. Поэтому для улицы, для задач малого-среднего бизнеса, точки доступа в пластиковых корпусах, как со встроенными антеннами, так и с внешними антеннами есть, и промышленные металлические корпуса, с дополнительной защитой корпуса, с возможностью установки их на промышленных, либо на инфраструктурных объектах, где есть повышенные, либо специальные требования к климатике, к окружающей среде и эксплуатационным условиям, вот эти точки присутствуют. И скоро будут появляться точки доступа, в том числе не с медными портами, а с оптическими. Это уже более профессиональное решение, которое сможет закрывать задачи, в том числе передачи данных, защиты от электромагнитных составляющих и так далее. Это ассортимент основных точек доступа, они всегда доступны. Есть на складе, если количество превышает наши минимальные остатки, мы комплектуем, привозим под заказ. У нас есть политика проектной поддержки проектов, в рамках которого мы по согласованию с нашими партнерами привозим нужный объем в нужном количестве к нужному времени. Ну и все правильно. Ты говорил уже по поводу тестирования. Мы как раз таки очень часто как раз таки прям настаиваем, чтобы партнеры взяли тестовое оборудование у себя, протестировали, убедились, что оно работает так, как он ожидает, потому что есть разные условия с точки зрения радиоэфира на разных объектах, поэтому лучше всего один раз протестировать, запилотировать на минимальном количестве оборудования свое решение, убедиться, что оно работает так, как заказчик-партнер ожидает от него, и в дальнейшем уже переходить к коммерческой эксплуатации и закупу оборудования. Идем дальше? Да, я думаю, идем дальше. Да, здесь дальше я как раз таки вот уже про то, что начал говорить. Чем отличаются серии оборудования Light и проектные на серии Light? Это очень вкусная, интересная цена, и это оборудование доступно со склада наших партнеров, то есть это именно ходовые, скажем так, модельки, которые мы всегда рекомендуем партнерам в первую очередь и поддерживать у себя на складе. Вот в рамках этой линейки есть и точки доступа внутренние, и модельки уличные в пластиковых корпусах, и контроллер малый AC50, который как раз таки может решать задачи аутентификации, авторизации пользователей, когда эта система ставится в каких-то публичных местах. По требованиям законодательства все пользователи в Wi-Fi публичных местах должны проходить авторизацию. Соответственно, этот контроллер – маленькая коробочка, которая эту функцию будет выполнять и одновременно еще будет являться контроллером для управления всей вашей системой. А проектная серия – это уже модели оборудования на более производительных чипах с запасом производительности. Если у вас не совсем понятно, сколько абонентов будет присутствовать на объекте, то есть нужно заложить в вашу систему возможность для увеличения количества подключений, количества абонентов. Для этого как раз проектные модели позволяют на большое количество абонентов реализовать крупные, в том числе корпоративные, решения с высокой нагрузкой, с высокой пропускной способностью и большим количеством абонентов. Идем дальше. Да, идем дальше. Сейчас немного более подробно поговорим о точках доступа в уличном исполнении. Как Антон уже говорил, что достаточно широкая продуктовая линейка. Здесь бы я хотел акцентировать на том, что защита корпусов этих точек доступа в соответствии со стандартом IP65-67. Эти сертификаты, если потребуется, можно будет запросить у вендора. И бывают такие моменты, когда это требуется закладывать в какой-либо проект. То есть это совершенно без проблем. И да, как уже было сказано, что идут штатные всенаправленные антенны. И если потребуется, то можно подобрать антенны направленные, если есть требования по покрытию конкретных областей с доставкой, грубо говоря, полезного сигнала в нужную нам область. И также спектр применения этих уличных точек, он совершенно широкий. То есть это также зона ожидания, зона развлечения, то есть различных кафе, гостиниц, парков, аттракционов, не знаю, какие-то зоны отдыха в жилых комплексах и так далее, и так далее. И учитывая, что мы можем использовать направленные антенны и доставлять сигнал на более большие расстояния за счет направленного сигнала, то эти точки доступа можно использовать и на складах, чтобы она, грубо говоря, светила не на весь склад, доставляла нужный нам сигнал строго между рядами, между стеллажей. Чуть более подробно о продуктовой линейке. Здесь я опять же попрошу рассказать Антона. Вам слово. Да, как вы видите, уличные точки доступа мы точно так же позиционируем на два основных сегмента для малого-среднего бизнеса, там, где необходимо организовать за разумные бюджеты покрытие Wi-Fi либо на улице, либо в помещения, где есть дополнительные какие-то требования по пылевлагозащищенности, то есть это чаще всего какие-то склады бывают, ангары. И вот в рамках как раз линейки малого-среднего бизнеса даже сейчас уже есть возможность использовать сторонние антенны, прикручивая их вместо штатных, которые есть в комплекте с самими точками доступа. При этом многие партнеры, наоборот, принципиально любят модельки со встроенными антеннами, потому что по характеристикам они очень-очень близки друг к другу, но при этом корпус полностью монолитный, литой, с крышечкой внизу, которая герметично защищает вводы, подключения по питанию к этой точке доступа. И по большому счету все задачи решают по принципу plug-and-play, то есть там не требуется ничего дополнительно настраивать с точки зрения монтажа. Все эти точки в пластиковых корпусах имеют кронштейн для установки на стену либо на трубостойку штатный, даже штатные хомуты к ним комплектуются. Если есть питание по поя, то, соответственно, в комплекте с этими точками доступа всегда идет по инжектору, который подаст правильное питание на устройство. Вот промышленные две точки, соответственно, стандарта Wi-Fi 5 и стандарта Wi-Fi 6. Это как раз-таки защищенного исполнения в корпусах IP67 модели, которые только имеют внешние точки, внешние антенны и соответствуют как раз-таки расширенным требованиям по установке как на инфраструктурных, так и на промышленных объектах, допустим, где-то в черте города, где необходимо около транспортных магистралей, в том числе, где есть высокие требования к содержанию солей в воздухе, туману. Вот эти точки доступа как раз-таки выполняют, потому что корпус герметичный, металлический и все нагрузки выдерживают по внешнему воздействию. Их активно и в том числе в производствах устанавливают, там, где есть агрессивные среды, потому что стандартные точки доступа туда уже не будут подходить. А вот по поводу, что в ближайшее время будут точки доступа с SFP-портом, они будут в каком исполнении? Пластиковым или промышленным? У них будет металлический корпус, немножко поменьше размером, чем промышленный, с внешними антеннами пластиковыми. То есть это будет защищенный металлический корпус, но с такими же вот пластиками, внешними антеннами для того, чтобы их тоже можно было заменять и использовать сторонние внешне направленные. То есть это будет, скажем, такое промежуточное решение, но уже с более современным, скажем так, и высокоскоростным интерфейсом. Спасибо. Вот. И в качестве описания типовых новых как раз моделей серии Light несколько характеристик приведем, чем они интересны и почему сейчас очень популярны и активно разбираются под разные задачи. Во-первых, на этих моделях производитель задействовал технологию Mesh, то есть беспроводного расширения сети, когда точки доступа подключаются к друг другу именно по своему же Wi-Fi беспроводному каналу. Соответственно, можно их масштабировать на объектах, где тяжело либо сложно, дорого прокладывать кабельную линию. можно использовать как раз беспроводной способ масштабирования, наращивания системы, чтобы подключить какую-то дальнюю точку доступа по воздуху, и она закрыла нужную вам зону пространства. Соответственно, из точки доступа как одна диапазонная на 2,4 ГГц, так и двухдиапазонная на 2,4 ГГц. Отличительными особенностями наших точек доступа являются два Ethernet-порта, по одному из которых можно запитать эту точку доступа по стандарту Passive PoE. Это очень удобно, когда строится система, и ты используешь разные порты для организации самой сети. Температурный диапазон соответствует нашим российским реалиям. Корпус IP65 решает все основные задачи по пылевлагозащищенности. То есть с нижней стороны подводится к устройству все кабельное хозяйство, закрывается крышечкой, и туда не попадает ни пыль, ни влага. Характерными особенностями всех новых точек доступа – то, что они по умолчанию все сразу же работают в облачной инфраструктуре от Vitec. То есть их можно настраивать, в том числе удаленно, через мобильное приложение, через облачные решения. И использовать, если не требуется аппаратного контроллера, то есть авторизации пользователей и работы в закрытой локальной сети, абсолютно локально. То есть можно построить самую простую систему в виде одной точки доступа, допустим, где-то на даче, и управлять, настраивать ее через бесплатный облачный сервис. Вот это удобно для небольших каких-то решений. Далее. Модель точно такая же, 317-я, но с внутренними антеннами встроенными. Точно так же имеет по умолчанию два порта, один из которых POE. И особенностью этой точки как раз хорошая пропускная способность – 1200 Мбит в секунду для организации высокоскоростного подключения абонентов. Вот такие точки доступа многие монтажные компании любят именно за счет того, что нет никаких внешних антенн. Вот внутренняя антенна, она просто такого же размера, спрятана внутри самого корпуса, зато полностью герметичный, монолитный исполнение корпуса в некоторых задачах, она более востребована. Далее. Я бы еще хотел тут подсказать, что… А, это мы расскажем в беспроводных мостах, что есть решение по POE-OUT, но об этом чуть-чуть более подробнее, потом поговорим обязательно. Сейчас, да, давайте поговорим о контроллере точек доступа, то есть, как мы уже видели с вами на слайдах типового применения продуктов Vitec, что продуктовая линейка контроллеров, она очень большая, там от 50 точек доступа до 500 точек доступа. Соответственно, контроллеры обладают полным функционалом, то есть поддерживают авторизацию через протокол RADIUS, это централизованная конфигурация беспроводной сети, это настройка мониторинга, то есть, ну, как я уже говорил, полный джентльменский набор, который закроет практически все задачи, которые требуется решить. Ну и, соответственно, любой сценарий, в котором потребуется мониторинг и централизованное исполнение, тоже доступен. Ну, давайте на примерах разберем прям, да, какие точки доступа, может быть, какие типовые задачи можно использовать. Вот здесь представлен основной модельный ряд. Как уже упоминали, есть бесплатный облачный сервис, который решает большинство задач по настройке, мониторингу и управлению системой. Но многие клиенты и заказчики не любят, и у них есть ограничения по использованию любого стороннего онлайн-сервиса. Поэтому здесь мы как раз-таки очень гибко можем предложить решение как для работы в онлайне через облако, так и работы в локальной закрытой сети, организации объекта предприятия, только на базе аппаратного шлюза. То есть тут можно как раз-таки использовать и так, и так. Нет ограничений, и по функционалу, по настройкам эти два подхода абсолютно равнозначны, нету какого-то ущерба в каждом из них. Значит, единственное ограничение в программном способе, когда настраиваются и работают только через облако, нет функции аутентификации пользователя. То есть это только для объектов, где не требуется по требованиям законодательства авторизовать подключаемых абонентов пользователей сети Wi-Fi. Чаще всего это какие-то коммерческие заказчики, либо даже частные клиенты, которые могут у себя на даче, в офисе, в своем для закрытых целей разворачивать эту систему, и очень удобно настраивать и контролировать ее работу через облачный сервис, через мобильное приложение, либо через леп-интерфейс облака. Все устройства, которые необходимы для управления настройкой, они сейчас имеют доступ, выход как раз-таки на облачный сервер, и можно мониторить вплоть до конечного оборудования, которое подключено. Контроллер SC50 как раз-таки из серии Lite, он решает задачи только управления Wi-Fi сетью размерами емкостью до 500 точек доступа. До 50 точек доступа, да. У него нет функции маршрутизации, но есть как раз-таки вот та функция авторизации пользователя, которая необходима. То есть можно к действующей уже системе подключить это небольшое устройство, двухпортовый контроллер, и через него организовать подключение к сервису авторизации пользователей. Вот. Дальше по нарастающей. Уже проектные модели, младшие модели 105P и 108P имеют у себя на борту функции и шлюза для управления, точнее шлюза для того, чтобы организовать маршрутизацию данных, и функции контроллера управления Wi-Fi сетью. Более того, те порты, которые есть на этих устройствах, они еще имеют POE питания, то есть можно напрямую подключить либо 4, либо 8 точек доступа и таким образом организовать минимального размера систему прям все в одном, на одном устройстве. Вот. Стандартные гигабитные порты и, естественно, функция авторизации пользователей. Дальше начинается уже решение корпоративного уровня модели AC150 и AC500. И, забегая немножко вперед, анонсирую, что производитель сейчас готовит к выводу модели емкостью до 1000 точек доступа. Таким образом, мы сможем закрывать уже большие корпоративные решения с портами высокоскоростными для корпоративных клиентов, заказчиков, где необходимо организовать какую-то большую распределенную сеть с большим количеством объектов либо покрытием большой территории. Таким образом, в портфеле Vitec есть все необходимые решения как для задач корпоративного уровня с возможностью масштабирования системы, так и инструменты для управления настройкой даже небольших совсем решений, порядка 4 точек доступа, либо при желании можно организовать самую простую связку, одна точка доступа и бесплатный облачный сервис, который всегда доступен всем клиентам. Тут я бы, наверное, еще хотел бы немного добавить, что покупка каких-либо дополнительных лицензий не требуется. То есть, приобретая контроллер, согласно его даташиту техническим характеристикам, вы сразу получаете полный функционал. Единственный момент, который вы можете докупить, это расширение гарантийного срока до 5 лет. Все верно. Давайте дальше, спасибо. Хорошо. Переходим. Да, переходим к Wi-Fi-мостам. Как я уже говорил, что продуктовая линейка достаточно широкая, и на основе технологии 8211 также доступны БШПД решения в различном форм-факторе с различными коэффициентами усиления, которые будут закрывать там те или иные задачи, подключения точка-точка также доступны, подключения точка-многоточка. Там, кстати, по контроллерам задают очень интересный вопрос. Я, наверное, попробую на него ответить, что кластеризации пока нет, возможности горячего резервирования или какого-либо другого резервирования пока нет. Но, насколько я знаю, это и есть в планах. Да, мы сейчас с вендором разрабатываем, прорабатываем техническую возможность организации этого функционала. Ну что, перейдем подробнее к Wi-Fi-мостам? Да, давайте перейдем подробнее к Wi-Fi-мостам. Да, тут стоит сказать, что эти решения они подходят в тех случаях, когда проложить кабель либо не имеется возможности, либо это экономически нецелесообразно. И, соответственно, чтобы, грубо говоря, допустим, использовать как решение о последней миле, то есть, допустим, для камер видеонаблюдения на настройке или, допустим, на каких-то перемещающихся объектах, типа там, экран настройки, нужно туда провести интернет по тем или иным причинам, разместить там на них камеры, либо что-то еще сделать, или, скажем, решение, когда нам нужно доставить Wi-Fi в кабину движущегося лифта, то все вот эти решения могут быть, все эти задачи могут быть закрыты решениями от компании и Wi-Tech. Тут, наверное, дальше пойдем. Да, да. Давайте типовые сценарии, наверное, применения. Как я вот уже сказал, да, лифтовые шахты, стройки, то есть, действительно, да, был такой кейс, когда была очень обширная стройка и перемещаясь, грубо говоря, от построенного дома к построенному дому, вся вот эта вот система беспроводных мостов, она передвигалась вместе с этой самой живой стройкой. Достаточно был очень интересный проект. Ну, и также если есть там рядом стоящие объекты, которые нужно соединить между собой в одну локальную сеть и там, допустим, кинуть воздушку, либо там прокопать оптическое соединение, нет какой-либо возможности, там, запрет от арендодателя, либо еще что-то, то можно использовать Wi-Fi мосты для решения таких задач. Тут, наверное, дальше, Антон, слово передам вам. Да, по модельному ряду. По модельному ряду, да. Значит, в портфеле компании Vitec сейчас и на складах в России присутствуют несколько моделей, которые закрывают задачи как в диапазоне 24 ГГц, так и 5 ГГц. Комплекты в основном самые популярные те, которые поставляются парами. То есть сразу же комплект поставки это кит из двух точек доступа, которые преднастроены друг на друга и по большому счету работают по принципу Plug-and-Play. Достаточно подать питание, правильность позиционировать, направить эти точки доступа друг на друга. Ну, естественно, нужно учитывать условия установки, чтобы они были в условиях прямой видимости, постараться понять, насколько шумный эфир, в каком диапазоне. То есть тут уже нужно понимать те риски и те помехи, которые могут быть для передачи таких организаций такого беспроводного соединения. Для более тонкой настройки есть возможность на модели 513P в ручном режиме прямо на корпусе самых точек доступа настраивать частоту, в рамках которой они будут работать. То есть можно выбрать более узкий диапазон частот, прямо нажимая на кнопку внутри корпуса, выбрать номер частоты, на которой эта точка будет работать. Соответственно, ее ответная часть точно так же в том же диапазоне выбирается, направляется, позиционируется друг напротив друга, и канал передачи данных начинает работать. По большому счету отличаются сами точки доступа типом антенн, которые встроены внутри. Можете видеть здесь дальность передачи данных, но естественно, это расстояние, это расчетные величины, нужно всегда понимать и учитывать реальные условия эксплуатации, чтобы они были в зоне прямой видимости, условия зашумленности радиоэфира, там, где вы устанавливаете, потому что качество сигнала будет разное в условиях города и наличие ближайших объектов, допустим, какая-нибудь подстанция электрическая рядышком находится, либо антенны какие-то в радиусе действия активно работают, либо это в чистом поле, потому что там, где условия будут близки к идеальным, там и качество сигнала, дальность передачи данных будет лучше. Вот, для совсем, скажем так, задач сложных у нас есть модель 900, которая выполнена в формате тарелки, поставляется точно так же парами, она имеет узкий угол передачи данных, то есть сам пучок, сам сигнал, он находится в диапазоне порядка 8 градусов, при этом они могут работать на расстояниях до 10 километров, то есть это могут быть условия где-то в полях, грубо говоря, в степях, либо это могут быть горы, там, где на большие расстояния, нужно организовать подключение какого-то удаленного объекта, видеокамеры, либо устройства, где необходимо обеспечить связью. В качестве еще преимуществ здесь отмечу в моделях 513P наличие POE-AUTO, то есть само устройство может питаться по активному POE 48 вольт, то есть по большому счету от стандартного POE-коммутатора и при этом еще раздавать POE внешнему потребителю. Таким образом очень удобно допустим видеокамеру, которую можно установить на каком-то удаленном объекте на столбе, сразу же запитать от этой же точки доступа и одновременно организовать канал передачи данных. Унификация решения очень удобно, пользуется популярностью у многих монтажников, системных интеграторов, которые работают с такими системами. И как уже говорили, есть два варианта организации таких беспроводных сетей. Точка-точка, когда есть два объекта и организуется передача между ними, либо точка-многоточка, когда есть одна базовая станция, которая ставится на какой-то чаще всего возвышенности на столбе и вокруг нее в радиусе действия, допустим, до двух километров, 521 у нас точка может организовать все подключенные абонентские устройства, то есть такие же точки доступа, например, 513-й могут организовать передачу данных централизованно. Это удобно, допустим, в задачах, когда необходимо организовать систему видеонаблюдения на периметре какого-то объекта, когда в центре объекта ставят центральную базовую антенну повыше, она покрывает зону в радиусе двух километров и по периметру устанавливаются точки доступа 513-й, к которым напрямую подключаются видеокамеры и запитываются сразу же ниже. Таким образом мы собираем все эти данные централизованно и дальше уже организуем систему хранения, трансляции этих данных и так далее. То есть варианты могут быть различные настройки доступны и как через веб-интерфейс, соответственно, так и через сервисы контроллера, в том числе через облако. Поэтому оборудование очень популярно, у нас оно прям активно расходится, особенно ходовые модели там младших серий они по деньгам, многие монтажники любят использовать именно беспроводной канал, а не тратиться на организацию каких-то магистральных линий, закапывать их либо кидать воздушки. Поэтому рекомендую, пробуйте, оборудование очень популярно. Идем дальше. Здесь есть вопрос конкретно по радиомостам. Расскажите о пропускной способности радиомостов 5 ГГц. Здесь я не совсем понимаю, имеется в виду максимальная пропускная способность, расчетная или какая-то реальная. Реальная пропускная способность вы сможете узнать только по факту. о расчетной пропускной способности сможем подсказать. О расчетной нужно смотреть по каждой модели индивидуально. Здесь можно организовать и правильно иногда организовать, когда кто-то из специалистов монтажных организаций системных интеграторов формулирует требование, какой нужно канал организовать на каком расстоянии. мы подбираем, рекомендуем ту или иную модель и, если необходимо, предоставляем ее в тест. Но получить реальный канал можно только в условиях практического применения, потому что, как я сказал, очень сильно на все беспроводные решения влияют окружающая среда, окружающий радиоэфир, который может повлиять на качество сигнала. Алексей написал как раз в чате, то, что базовые модели рассчитаны на скорость порядка 300 мегабит секунды. Но это расчетная скорость, которая обеспечивается устройством. Какой можно канал поднять, организовать, зависит от условий эксплуатации. на это влияет погодные условия, в том числе местность, где это все устанавливается, насколько у нас чистая зона френеля, то есть это все очень накладывается друг на другом. окружающие объекты, которые могут попадать в поле в каналы передачи. Поэтому тут мы всегда рекомендуем лучше один раз попробовать, убедиться и понять, как это работает, чем пытаться только на бумаге все рассчитать. Еще Георгий нам задал вопрос, можно поподробнее рассказать, как работает РРМ, анализатор радиоэфира. Я подозреваю, что это относится именно к точкам доступа Wi-Fi. Есть ли такой функционал по отслеживанию зашумленности каналов и автоматическому переключению на более свободные каналы? Да, опять же, Алексей сейчас ответит в чате, он мне подсказывает более подробно. Здесь хотелось бы, конечно, чтобы устройства сами себя определяли и рекомендовали, где и как им лучше устанавливать. Да, есть обратная связь, в рамках которой можно через приложение или интерфейс смотреть реальные характеристики на объекте. Но нужно учитывать в рамках радиопланирования сделать расчет и по расстоянию и по качеству сигнала в той или иной зоне. Тогда давайте дальше. идем дальше. Да, дальше по продуктовой линейке. Сейчас поговорим о коммутаторах. Как я уже раньше сказал, что продуктовая линейка очень широкая. Можно подобрать в плане коммутаторов любое решение как по портовой емкости, по пропускной способности, так и по бюджету. Ну и Антон, вам слово. Да, то без чего решение для организации Wi-Fi организовать сложно, это как раз коммутаторы. Чем больше система, тем больше в том числе необходимо и проводной инфраструктуры. В рамках портфеля Wi-Tech мы можем предложить большой спектр устройств. Как в первую очередь, если мы говорим про Wi-Fi, нас интересуют PoE-коммутаторы, потому что они более популярны. Сразу же организовать и коммутацию, и питание всех необходимых компонентов нашей сети. У нас в портфеле есть и проводные, и беспроводные на скорость и 100-мегабитных и гигабитных портов. Вся необходима инфраструктура, аксессуары как то PoE-инжекторы, делители, сплиттеры, удлинители, в том числе как внутреннего исполнения, так и уличного. Для организации управления и агрегации данных модельный ряд управляемых коммутаторов L2, L2+, также с гигабитными портами, с PoE-беспоя, с оптическими интерфейсами, оплинками до 10-ти гигабит топтических SFP-интерфейсов. И модельный ряд для инфраструктурных задач промышленных коммутаторов в защищенном корпусе с расширенным функционалом по интерфейсам и условиям эксплуатации. По ним сейчас по каждой из этих категорий расскажем поподробнее следующими слайдами. Если мы сначала посмотрим в целом на типовую корпоративную сеть какого-то среднего объекта, то чаще всего для организации доступа и питания на нижнем уровне необходимы коммутаторы, особенно популярные многопортовые, у нас есть до 48 портов, это уровень доступа. То есть в этом сегменте в линейке Vitec можно подобрать большое количество необходимых моделей, то есть есть с разными оплинками, на разной скорости, разной емкости, с разным бюджетом POE, с разными стандартами POE, огромное количество моделей, которые можно подобрать под разные задачи, типовые как-то организации Wi-Fi-сети, организации корпоративного доступа, организации для ВКС, для видеонаблюдения, телефонной IP-сети, которая точно также присутствует по умолчанию в большинстве особенно офисных объектов каких-то. И уровень распределения агрегации данных, точно также мы можем предложить модель уже более производительной на большое количество портов с оптическими оплинками для того, чтобы можно было эти данные собрать и дальше передавать. Но сейчас пока что, к сожалению, в портфеле Vitec верхнего третьего уровня для маршрутизации этих данных моделей недостаточно. Они в планах у производителя есть, но пока мы их предложить не можем. Поэтому рекомендуем роутеры, маршрутизаторы верхнего уровня использовать чьи-то сторонние. Тем не менее, весь уровень доступа и уровень агрегации распределения мы закрываем из нашего портфеля. Давайте рассмотрим сначала в целом, какой функционал доступен в рамках коммутаторов от 4 до 8 портов есть в линейке. Исполнения могут быть разные, как классические настольные, так стоечные для установки в рековую стойку 19 дюймов, промышленные, индустриальные, вертикального исполнения для установки на одинрейку в шкафы. И есть очень интересные модели в уличном уже исполнении P65, которые по принципу all-in-one сразу же решают задачи и коммутации, и поя питания своих потребителей и могут работать в уличных условиях без дополнительных гермошкафов. То есть они уже идут в исполнении в уличном. Порты присутствуют классические медные, оптика и комбинированные варианты возможны. А плинки до 10 гигабит оптически, как я уже говорил, и различные поя стандарты с бюджетом до 565 ватт на одно устройство. Это 48 портовый у нас как раз коммутатор может организовать. Если мы говорим про обычное настольное, то там питание идет классическое от 220 вольт, но для задач промышленных коммутаторов у нас есть модели с двумя либо даже с тремя параллельными источниками питания, которые в том числе можно запитывать от внешнего источника 12 вольт, то есть использовать его для автономных систем, которые могут работать в связке с аккумулятором либо с солнечной панелью и контроллером управления этой солнечной панелью. И для таких моделей есть версии устройств с расширенными эксплуатационными характеристиками, с температурным режимом от минус 40 градусов до плюс 80. То есть модельный ряд позволяет подобрать как корпоративные решения для установки внутри офисной задачи, так и промышленные, инфраструктурные распределенные объекты. Давайте рассмотрим модельный ряд поподробнее. Самые простые модели, которые как раз таки используются на уровне доступа самым нижним, к которому подключаются наши оконечные оборудования, это чаще всего неуправляемые поэкоммутаторы, которые выполняют задачу коммутации непосредственно, то есть организации сбора передачи данных и питания этих устройств. Вот здесь мы предлагаем две серии устройств, серию H, которую еще эконом называем, и серию Hi-PoE. Чем они отличаются? Очень много задач, где используют наши коммутаторы, в том числе для систем видеонаблюдения. И там потребители делятся на два. То есть сами видеокамеры могут потреблять либо PoE по стандарту AF-AT, обычный классический до 30 ватт, либо есть модели, которым требуется Hi-PoE, питание до 60 ватт. И по большому счету эти два сегмента, эти две серии отличаются в первую очередь наличием Hi-PoE портов. Но при этом модельный ряд серии H, он по цене гораздо более интересный, то есть он как раз таки закрывает массово все задачи системы, где необходимо подключить, организовать стандартные видеокамеры, Wi-Fi точки доступа, IP-телефонию, офисные какие-то устройства, там потребители стандартные до 30 ватт, соответственно, эти модели полностью решают эти задачи. Как только в вашей системе появляются какие-то устройства, которые необходимо запитать с повышенной мощностью POE до 60 ватт, то серии стандарт закрывают эти задачи замечательно. Таким образом, и бюджетный вариант присутствует, и более универсальный коммутатор с Hi-POE портами. Следующий уровень как раз таки управления. Здесь уже используются коммутаторы чаще всего L2 для агрегации данных и управления маршрутизацией в том числе какими-то потоками. Есть модели без POE, но чаще всего более популярны как раз модели с POE, которые буковкой P как раз обозначают, то есть PMS обозначает POE Management Switch. Есть новый модельный ряд, который мы в этом году вывели. Там дополнительно присутствует еще буква C, PCMC, обозначает Cloud. То есть это устройство управляется не только через веб-интерфейс, либо через общедоступные инструменты управления, такие как КЛИ, но и через облачный сервис, который отображает все необходимые функции, удаленно позволяет мониторить состояние коммутаторов, удаленно позволяет мониторить состояние даже подключенных устройств к портам этих коммутаторов. То есть есть функция, когда Anviv устройство, допустим, видеокамера, видеонаблюдение, работающая по протоколу Anviv, будет в топологии сети облака полностью видна, будет видно ее состояние, работает она, не работает, MAC-адрес ее будет виден, соответственно, удаленно сервисный инженер может контролировать полностью работоспособность всей системы и, если необходимо, то перезагрузить нужный PoE-порт прямо с мобильного приложения своего телефона. В этих устройствах есть PoE, в том числе повышенного до 90 ватт. Это уже задачи, где необходимо организовать какое-то каскадное питание несколькими устройствами одновременно. Есть коммутаторы с поддержкой не только активного PoE-стандарта AF-AT, но и пассивного PoE-24V. Такие модели тоже популярны. И для того, чтобы заказчики и конечные пользователи не подвергали опасности подключаемого устройства, у нас есть серия коммутаторов ALIN. Это устройство, которое имеет PoE-порты, работающие в автоматическом режиме. То есть оно само определяет тип нагрузки, который подключает пользователей и автоматически переключает ее либо в режим активного PoE-48V, либо в режим пассивного PoE-24V. Это очень удобно, когда на объекте есть какой-то зоопарк устройств с разным типом PoE. И для того, чтобы не перепутать и не сжечь эти устройства, используются такие универсальные модели, которые автоматически сами определяют. То есть это защита от дурака, которая исключает порчу оборудования в первую очередь. Модели очень популярны, часто их закладывают на объекты, где обслуживанием, эксплуатацией, работой с оборудованием занимаются разные люди с разными типами оборудования и заранее предсказать, либо всех предупредить, что туда подключать какую-то нагрузку не стоит, бывает сложно. Вот, соответственно, сейчас в модельном ряде у нас есть L2 и L2 плюс модели до 48 портов, которые можно организовать уровень агрегации, передач, частично есть некоторые функции для управления, в том числе в системах L3 уровня, но эти функции нужно индивидуально обсуждать с нашими техническими специалистами, для того, чтобы понять действительно, какой функционал вам потребуется. Идем дальше. и это разновидность коммутаторов, которые я уже упоминал, работающие уже в уличном исполнении, то есть из коробки можно сразу же организовать коммутацию питания прямо на столб. Эти модели имеют пластиковый корпус стандарта IP65 с температурными диапазонами минус 30 плюс 70 с расширенными возможностями по защите по портам, по электромагнитной защите по портам и по питанию. То есть в условиях улицы у нас уже есть дополнительные риски электромагнитных наводок от грозы либо внешних каких-то факторов. И в этих моделях это учитывается. Единственное, что здесь нужно понимать, что в случае прямого попадания либо очень близких мощных импульсных каких-то помех от грозы вот эта внутренняя защита спасать не может. Мы рекомендуем и это правильно использовать внешние грозозарядники, которые включаются в цепь для защиты как конечного оборудования, так и коммутаторов. Здесь используется только базовый уровень защиты от электромагнитных наводок. От прямого попадания грозы естественно они не спасают. Чем интересны эти модели? Есть модели как управляемые, так и неуправляемые на 4 и на 8 портов с разными оплинками, как с медными, так и с оптическими SFP. Два оплинка присутствуют. Таким образом, на оптических оплинках можно организовать топологию FAST-RING, когда они подключаются в резервируемое кольцо. То есть в случае обрыва линии связи с одной стороны есть резервирование канала и ваша сеть не падает, не пропадает. То есть поддержка на оплинках FAST-RING присутствует. на моделях, так как присутствует буковка C, есть поддержка и управление в том числе через облако, поэтому доступно через вип-интерфейс, через облачный сервис, либо с мобильного приложения даже. И есть интересная модель 306GF OEDC с большим набором интерфейсов по POE. То есть там 5 гигабитных портов и каждый из них имеет разные в том числе стандарты POE. Есть как POE-IN по стандарту BT, так и POE-OUT пассивного стандарта и POE-OUT активного обычного POE с оптическим оплинком. То есть это очень такая универсальная модель под разные задачи, где есть возможность запитать коммутатор прямо на столбе по POE стандарта BT. Модель очень популярный, используется как для организации точек доступа на столбе в каких-то парках, зонах выделенных. Туда же как раз таки сразу же можно параллельно подключать и видеокамеры, запитать это все по POE и организовать оптический канал передачи данных для того, чтобы на большое расстояние можно было в помехозащищенном режиме организовать вашу сеть. модели есть на складе, доступны, рекомендуем взять на тестирование, потому что многие как раз таки обычно уличные модели спрашивают, а как там организованы кабельные вводы, как организована отводка тепла, теплообмен и так далее. Здесь в этих корпусах все продумано, сдвоенные стенки самого корпуса обеспечивают теплоизоляцию внешнюю, есть в верхней части специальная решеточка закрытая, защищенная для вывода тепла внутри из этого корпуса и слив конденсата вниз через гермовод. Сам гермовод с большим силиконовым диаметром заглушки, в том числе для того, чтобы прямо завести туда гофротрубу. То есть все монтажные моменты, которые необходимы при монтаже в данном корпусе рассчитаны и продуманы достаточно хорошо, поэтому мы как раз рекомендуем всем, кто специализируется в том числе на монтаже систем Wi-Fi уличного и видеонаблюдения взять, протестировать, попробовать. Достойное устройство. И переходим к последней категории оборудования, в которой, наверное, объединены все лучшие возможности от производителя Wi-Tech, это промышленные коммутаторы, в первую очередь наиболее востребованные с ПОЯ модели, они есть как управляемые, так и неуправляемые. В первую очередь, чем они отличаются? Это вертикальный корпус в мощном металлическом исполнении, стенки которого сами являются радиатором для отвода тепла. Элементная база на этих коммутаторах рассчитана именно на расширенные условия эксплуатационные, как по температурным режимам, по долговечности работы, так и по электромагнитным внешним помехам, которые влияют и могут быть на каких-то промышленных объектах. Защищенный корпус и дополнительно на всех этих коммутаторах есть интерфейсы для подключения внешних датчиков. Чаще всего востребованы датчики температуры, датчики влажности могут быть, датчики вскрытия, когда этот коммутатор устанавливается в гермошкаф, чтобы сразу же открытие дверцы сигнализировалось и сообщалось в рамках служебных протоколов оператору, который дистанционно мониторит состояние этих объектов. Есть модели с интерфейсами для подключения внешнего технологического оборудования, TRS-232 и 485 интерфейсы, различные реле и контакты для того, чтобы как мониторить состояние и подключать внешние датчики, так и подключать к какому-то технологическому оборудованию, к контроллерам и передавать эти данные удаленно. Устройства имеют по умолчанию режимы Watchdog, то есть это мониторинг состояния ПОЯ-портов и автоматических перезагрузки в случае зависания конечного устройства потребителя, так и есть режимы умного Watchdog, когда можно настраивать даже работу ПОЯ по расписанию и индивидуально перезагружать либо выключать в то время, когда не нужно, чтобы устройство работало. Большинство устройств имеют оптические оплинки с поддерживающей технологией Fast Ring с восстановлением канала передачи данных в случае обрыва одной из цепей, расширенные требования и сертификацию по электромагнитной защите как по ПОЯ, так и по питанию и температурный режим соответствующий условиям. Как я сказал до этого, есть модели до трех источников питания внешних. Это как раз с правой стороны модели, которые имеют более широкий корпус. Фактически это модели, в которых встроен дополнительный инвертор и они могут питаться в диапазоне от 9 и 12 вольт и при этом раздавать ПОЯ стандарта 48 вольт. то есть они преобразовывают напряжение таким образом обеспечивая в том числе в задачах, когда необходимо зарезервировать систему, обеспечить бесперебойным питанием либо даже организовать полностью автономную систему, которая питается от аккумулятора и от контроллера солнечной панели полностью автономно на столбе. Такие решения есть. У нас есть вопрос в чате. Дмитрий Баиров спрашивает, FastRing это проприетарщина или стандарт? Нет, это стандарт. Это не какой-то родной проприетарный протокол. Многие, особенно промышленные коммутаторы, работают в рамках этого стандарта. Мы его полностью поддерживаем и рекомендуем использовать для организации отказоустойчивых сетей. Вот. На этом модельный ряд мы основной рассмотрели. Здесь давайте сейчас тогда какие-то вопросы разберем дополнительно, если у кого-то еще есть что-то, что не задали в ходе презентации. Да, готовы ответить на вопросы. То есть, в целом, рассмотрели продуктовые линейки по Wi-Fi точкам доступа, по контроллерам, по коммутаторам, рассмотрели типовые решения. Антон, вам большое спасибо за участие. В целом, запись этого вебинара будет доступна на нашем YouTube-канале. Я думаю, что на следующей неделе мы обязательно ее выложим. Так что, если будет интерес пересмотреть, либо был какой-то момент, который особенно вас заинтересовал, то все это можно будет посмотреть на YouTube на канале компании NAC. Да, со своей стороны призываю задавать вопросы, ну, как сейчас, так и в целом, нашим партнерам. Дмитрий, я думаю, что с удовольствием обработает все необходимые заявки. мы со своей стороны дадим технические рекомендации, консультации, если это необходимо. И еще раз напомню, что оборудование почти все доступно в демонстрационном фонде. Мы через наших партнеров его с удовольствием предоставляем. Вам нужно просто сформулировать свои пожелания, хотелки, прислать заявки. И призываю пощупать один раз руками, чем много раз думать, проектировать без практического понимания этого устройства. Поэтому запрашивайте, мы с удовольствием предоставим вам тестовые образцы. Давайте тогда еще минутку-две подождем вопросы, если они будут дополнительные вопросы. Если вдруг что-то вспомнится и будет потребность задать какой-то вопрос, пишите нам на почту sales.com.ru обязательно подскажем, расскажем абсолютно без проблем. А так, коллеги, всем огромное спасибо за ваше внимание, за участие в данном вебинаре. Обязательно встретимся, увидимся, услышимся с вами еще. Спасибо за внимание, до свидания. всем хорошего пятницы, хорошей пятницы, хороших выходных, всем спасибо, всем пока. до свидания.